Продолжение следует... Повесть современной писательницы Юлии Кузнецовой «Дом П» — это история об отважной, доброй, заботливой бабушке Жене, безмерно любящей свою семью — сына, невестку и двух внучек. Пока родители находились на работе, бабушка вела хозяйство и присматривала за девочками. А еще бабушка была очень скромной и тихой, и больше всего на свете боялась огорчить своих домочадцев. Поэтому никто из семьи не знал, что в свободное от домашних дел время она занимается боксом вместо просмотра сериалов. Однажды папа встречает своего школьного друга, который теперь директор одного чудесного места, где старички и старушки могут отдохнуть от забот, и решает поселить бабушку в этот санаторий для старичков, по сути, дом престарелых. Бабушка совсем не устала заботиться о родных и не хочет их покидать, но чтобы не огорчать сына, соглашается побыть в доме престарелых некоторое время. Обещанный санаторий оказывается не таким уж радужным местом, но с появлением живой, оптимистичной и деятельной бабушки Жени, жизнь дома престарелых кардинально меняется. Бабушка находит друзей, меняет уклад дома П и каждый день наполняет радостью и новизной. Как и в жизни, не все поступки и поведения героев трактуются однозначно, но за время повествования можно проследить изменения персонажей и их раскрытие с новых сторон. О том, что случается, когда мы не говорим друг другу, что чувствуем на самом деле, о том, как важно находить во всем хорошее и расскажет эта повесть, а еще о том, как важно быть рядом с тем, кого действительно любишь. Следующая книга – это «Бабушка и Фридер. Друзья навек», известной немецкой писательнице Гудрон Мёпс. Фридер – настоящий пятилетний озорник, постоянно придумывающий все новые и новые шалости. То он решает слепить мусорную бабу, то хочет поменять цвет стен в своей комнате при помощи варенья. Каждая задумка Фридера обычно заканчивается провалом. И тут на помощь внуку приходит его мудрая, добрая и терпеливая бабушка, которая хоть и пожурит проказника, но всегда поймет, поддержит, да еще и обернет все в увлекательную игру и приключения. Эта книга – третья в серии о Фридере и его бабушке. Но так как в сборнике содержатся несвязанные между собой самостоятельные истории, книги можно читать в любой последовательности, а рассказы в любом порядке. Книга, несомненно, поднимет настроение, а также подскажет, как уметь слышать друг друга и находить выход из любой непредвиденной ситуации. И последняя книга – это произведение живого классика итальянской литературы Сильваны Гондольфи «Альдабра. Черепаха, которая любила Шекспира». Одно название этой книги уже интригует. Сюжет истории – полуфантастический, полуреальный. Действие происходит в Венеции. Главные герои – это причудливая и творческая бабушка Эя, художница, потрясающая рассказчица истории и большая любительница Шекспира, а также ее не менее талантливая и смышленая десятилетняя внучка Элиза. Бабушка и внучка обожают проводить время вместе и особенно разыгрывать пьесы великого драматурга. Бабушка верит, чтобы обвести смерть вокруг пальца, надо просто в кого-нибудь перевоплотиться. Постепенно Элиза начинает замечать в бабушке необычные перемены. Бабушка сильно постарела за последнее время, изменила свой образ жизни и становилась все меньше похожа на себя. Оказалось, бабушка день за днем превращалась в гигантскую черепаху, которая грезила оказаться на таинственном острове Альдабра в Индийском океане, где обитают подобные ей черепахи. Поделиться своими переживаниями обо всем, что происходит с бабушкой Элизе не с кем, ведь ее мама и бабушка Эя сильно поссорились в прошлом. Узнать, чем закончится эта философская сказка, можно, дочитав книжку до конца. Но каждый в этой метафорической истории увидит свое. Например, можно сказать, что это произведение о том, какие изменения порой претерпевают наши родные, и как с этим научиться справляться. О принятии близких людей такими, какие они есть, о важности семьи и поддержке близких в любых обстоятельствах. А также бабушка Эя учит читателей быть твердыми снаружи и мягкими внутри. Спасибо за внимание!